Каждое утро с нетерпением жду, снова иду на работу со светом. Я музработник в детском саду, и я ничуть не жалею об этом. Это сейчас Ксения Скрипкина работает в детском саду номер 11 музыкальным руководителем. А когда-то девушка получила профессию пекаря и даже успела поработать три года по специальности. Но поняла, что это не ее. Любовь к детям и к музыке сначала привела Ксению в дошкольное учреждение, а потом вдохновила на участие в профессиональном конкурсе. Решилась с трудом, но в процессе подготовки развила в себе массу талантов скрытых, о которых даже не подозревала, соответственно, для личного роста. Конкурс «Воспитатель года» в Одинцовском районе – событие традиционное. Педагоги ждут его, тщательно продумывают свое выступление, готовят материалы для круглых столов. От пристального взора счетной комиссии не скроется ничего. Конкурсантов оценивает достойная комиссия, это наши руководители образовательных учреждений, это родительская общественность и, конечно, наш профсоюз. Ольга Ольшанская, старший воспитатель 71-го детского сада, еще в раннем детстве поняла, что свяжет свою профессиональную судьбу с детьми. С самого, наверное, раннего детства у меня вот что-то вот… Любила детей тоже в детском саду, ходила в группы ясельного тоже возраста, помогала кормить детей, гуляла с ними. Видимо, это у меня призвание, не хочу хвалиться. К участию в конкурсе Ольга шла долго. Сначала сама работала в счетной комиссии, а теперь пришел ее черед предстать перед членами жюри. Работа воспитателя не из легких. Во-первых, ему надо найти подход к детям, а во-вторых, наладить контакт с родителями. Иногда сложно понять, какая из двух задач труднее, но справляться с обеими на пять с плюсом должен каждый дошкольный педагог. К воспитателю его жизни предъявляет с каждым годом все больше и больше требований. И со стороны родителей, и со стороны управления, образования, высшестоящих организаций. Поэтому воспитатель должен, прежде всего, быть профессиональным, знать, для чего он пришел в эту профессию, что он должен донести до детей, до родителей. И, соответственно, он должен понимать, какой ребенок должен выйти из детского сада и, соответственно, поступить в школу, с каким покажем знаний. Мой труд – это творчество, воображение, задач очень трудных порой решения, фантазия, выдумка и нестандартность, находчивость, легкость, коммуникабельность. Вот он какой современный педагог. Визитная карточка – это первый этап конкурса «Воспитатели года». Впереди у конкурсантов обсуждение важных профессиональных вопросов и обмен опытом с коллегами в рамках круглых столов. Участница, которая лучше всех справится с конкурсными заданиями, станет обладательницей заветного титула и получит право представлять Одинцовский район на областном уровне. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.